Всем привет, дамы и господа! С вами Герман Пермяков, сегодня вы смотрите Redline TV, мы говорим о криптовалютах и о софте для майнинга. Для многих майнеров возникал вопрос, где брать софт. Понятно, покупайте ферму, покупайте майнинговое оборудование. Хотя, конечно, сейчас для школьников это уже не подходит, это, скорее всего, для промышленных майнеров, потому что майнинг в себя стал не так выгоден, но, тем не менее, для общего развития, просто, чтобы вы понимали, где брать софт для майнинга и что с ним делать, как вообще майнить. Вы поставили железяку, она не работает, что с ней делать, что устанавливать на компьютер. И разбираемся в данном подкасте, откуда ноги растут. Все, поехали, смотрим. Программы для майнинга. Не самая широко обсуждаемая, но в то же время неотъемлемая составляющая процесса добычи криптовалют. Что представляет собой программы для майнинга и на какие критерии стоит ориентироваться для их правильного выбора? Как раз об этом мы сегодня и поговорим. В последние годы тема криптовалют обретает все большую популярность. Если раньше о биткоинах и альткоинах говорили лишь в узких кругах, то сегодня они стали известны широкой общественности. Все больше людей, далеких от программирования и трейдерства, решают копить криптовалюту в надежде однажды сорвать большой куш. Те, кто не может или не хочет покупать криптовалюту за обычные деньги, выбирают альтернативный путь – майнить монеты на компьютере или специальной ферме. Майнинг действительно дает возможность добывать криптовалюту, но успешная добыча возможна лишь при соблюдении трех условий. Первое – приобрести подходящее оборудование. Второе – установить правильную программу для майнинга. И третье – понимать, что со всем этим делать. Сейчас поговорим о существующих программах для добычи криптовалюты. Что такое программа для майнинга? Программа для майнинга – это программное обеспечение, разработанное специально для добычи криптовалют. Как известно, суть майнинга заключается в проведении математических расчетов для раскрытия новых блоков, распределительной платформы, например, биткоина или эфириума. Проще говоря, вы предоставляете системе свои вычислительные мощности и получаете вознаграждение в виде монет. Чтобы компьютер быстро решал нужные задачи, вам нужны хорошие вычислительные мощности и высокоточные вычислительные алгоритмы. Нужную мощность даст процессор, видеокарта, ASIC или ферма в целом. А вот для выполнения расчетов нужны специальные программы, именно программы для майнинга. Если оборудование – это просто железо, хард, то программы – это софт, которые позволяют использовать мощность и железо. Если вы уже установили на компьютер мощный процессор или видеокарту, подключили ASIC или вообще используете целую ферму, следующие ваши действия должны выглядеть следующим образом. Первое. Завести криптокошелек, на который будут капать добытые монеты. Второе. Скачать и установить программу для майнинга. Скачать софт можно на сайте GitHub или другом похожем ресурсе. Третье. Выставить настройки майнинга. Добываемые монеты, если программа подходит для добычи разных криптовалют, используемое оборудование, выбрать из списка или ввести в командной строке ручную, и текущую мощность сборки. Некоторая программа дает возможность выставлять переменную мощность. Ну и четвертое. Запустить процесс добычи криптовалют. Какие функции выполняют программы для майнинга? Как мы уже разобрались, основная их функция – это выполнение расчетов. Однако, с раскрытием новых блоков майнинг закономерно усложняется, поэтому появляются новые требования к оборудованию программам для майнинга. Неудивительно, что разработчики стараются улучшить свой софт за счет дополнительных функций. В их числе значится. Разгон видеокарты – это повышение скорости ее работы для более эффективного майнинга. Настройка используемых мощностей. Мониторинг состояния оборудования. Регулировка нагрева видеокарт или процессора. И переключение между оборудованием. Но что самое важное, именно программы для майнинга дают возможность на максимум использовать мощность оборудования. Поэтому от правильного выбора программы зависит эффективность работы процессора или видеокарты. Например, вы купили крутую видеокарту от NVIDIA, которая разгоняется до 80 МХ секунду. Но установили простую программу, которая может просветить расчеты при пиковой мощности в 40 МХ секунду. То есть половину потенциальной мощности вы не используете вообще. Следовательно, зарабатываете на майнинге меньше, чем позволяет оборудование. И все это только получение неправильного выбора программы. Как выбрать программу для майнинга? Прежде всего, вам нужно определить, какую криптовалюту вы собираетесь добывать. Дело в том, что в майнинг разных монет заложены разные алгоритмы. Например, биткоин работает на базе блокчейн. Йотан основе распределенного реестра Tangle. А Монеро используется алгоритм Криптонайт. Поэтому для добычи той или иной криптовалюты подходят разные программы, заточенные под соответствующие алгоритмы. Далее, нужно оценить мощность оборудования для майнинга. И подобрать программу, которая подойдет для используемого железа. Если ваш процессор не может выдать мощность более 20 МХ секунду, какой смысл ставить тяжелую программу, рассчитанную на работу с мощностями от 50 МХ секунду и выше? Так можно не только приклеить железо, но и вообще вывести из строя компьютер. Ну и брать самый простой софт, заточенный под слабое оборудование тоже не нужно. Это нецелесообразное использование имеющихся мощностей. Третий важный момент – это тип майнинга. Для майнинга на видеокартах, процессорах и асиках, как правило, используются разные программы. Бывают и универсальные программы, но большая их часть выпускается отдельно для GPU, CPU или ASIC майнинга. Помимо этих основных критериев, нужно обращать внимание и на другие важные параметры программ для майнинга. Первое – это возможность добычи различных криптовалют. Одни программы заточены под конкретную криптовалюту, а другие позволяют майнить разные монеты. Второе – это удобство интерфейса. Интуитивно понятные графические, которые подойдут даже новичкам или консольник, где нужны навыки работы со скриптами. Третье – это наличие дополнительных функций, регулировка нагрева, возможность работы в фоновом режиме, автоматический подбор вычислительных алгоритмов и т.д. Если вы только знакомитесь с майнингом криптовалюты, выбирайте программу за графическим интерфейсом. Новичкам работать с ним гораздо проще. Информация вводится в специальные выделенные поля, а сам майнинг запускается простым нажатием кнопки. Консольные программы дают больше возможностей для тонкой настройки майнинга. Но все команды приходится прописывать в вручную в системном файле с расширением BAT. Для этого нужно выучить все остальные скрипты и дополнительные команды. Популярная программа для майнинга криптовалют. Для большей наглядности рассмотрим самые популярные программы для майнинга криптовалют, которые уже доказали свою работоспособность и обзавелись собственными онлайн-сообществами. Последний пункт важен тем, что подобные инструкции по правильной установке и настройке таких программ можно найти на тематических форумах или сайтах, посвященных той или иной программе. CG-майнер. Одна из самых популярных программ для добычи биткоина подходит для майнинга на процессоре или асике. Главное ее преимущество – высокая стабильность и эффективная работа в фоновом режиме. Иными словами, вам не нужно постоянно следить за работой программы, запустили вычисления и можете заниматься своими делами. Кроме того, это одна из немногих программ, к которым прилагается текстовый файл с инструкцией для пользователей. Тем не менее, новичкам она может показаться очень сложной. Это вариант для опытных пользователей, привыкших к работе со скриптами. GUI-майнер. Простая, но функциональная программа для CPU-майнинга биткоина. По сути, это практически точная копия CG-майнер, но завернутая в кавычках в графическую оболочку и, что очень удобно, переведена на русский язык. Работать в ней гораздо удобнее, но опытные майнеры предпочитают привычную и более надежную CG-майнер. А вот новичкам лучше сначала набить руку на GUI-майнер и затем, если нужно, переходить на CG-майнер. N-Hack-майнер. Сложная консольная программа, которая позволяет майнить Z-cash при помощи видеокарты или процессора. Однако при CPU-майнинге уровень нагрузки на процессор может достигать 100%, из-за чего оборудование часто ломается и выходит из строя. Разработчикам до сих пор не удалось решить эту проблему, поэтому лучше использовать программу для майнинга на видеокарте. Но учтите, что официальной инструкции к программе нет, и все команды нужно вводить через консоль. Так что этот вариант подходит только для опытных пользователей, которые умеют работать со скриптами и ищут хорошую программу для майнинга Z-cash. N-Hack-майнер-гейт. Универсальная и очень простая в использовании программа для майнинга 14 криптовалют, в том числе биткоина, лайткоина, эфириума, Z-cash, монера, дэша и байткоина. Отличается удобной графической панелью и встроенным конвертером виртуальных валют. А еще смарт-режимом, в котором система сама выбирает, какую криптовалюту выгоднее добывать именно сейчас. Свой выбор программа делает исходя из используемых мощностей и текущего курса криптовалют. Клейморз-дуал-майнер. Уникальная программа для одновременного майнинга эфириума и одной из четырех криптовалют на выбор. Pascal, Descrete, LBRA или Siacoin. Обновленные версии программы подходят также для майнинга Монера, Комода, Z-cash и байткоина. Подходит для работы с мощными видеокартами NVIDIA и AMD. Дает возможность эффективно разгонять видеокарту и контролировать уровень нагрева оборудования. Ufosoft-майнер. Очень простая программа для CPU майнинга, биткоина, битфорса, солидкоина и тенебрикса. Из плюсов удобный географический интерфейс, регулировка температуры процессора и небольшие системные требования. Но с последним пунктом связан и существенный недостаток программы. Она не подойдет для мощного оборудования, а значит результаты майнинга будут весьма скромными. Тем не менее, это идеальный вариант для новичков, которые хотят разобраться в процессе добычи криптовалют. Diablo-майнер. Продвинутый софт для GPU и CPU майнинга биткоина. Огромное преимущество программы заключается в синхронизации с самым мощным оборудованием, например, видеокартами новее NVIDIA 8 и AMD 79, что напрямую влияет на производительность майнинга. Однако, учитывая сложный консольный интерфейс и отсутствие в нем любых графических составляющих, программа подходит только для продвинутых пользователей. NiceHashMiner. Универсальная программа, которая позволяет майнить монеты как через процессор, так и через видеокарту. Основное преимущество – автоматический подбор оптимального алгоритма для добычи монет на имеющемся оборудовании. Программа подходит для майнинга разных криптовалют, но все добытые монеты сразу переводят биткоины. Последний, к слову, нравится далеко не всем, ведь автоматическая конвертация не дает возможности копить другие криптовалюты и зарабатывает на изменениях их курса. EFSAMiner – функциональная программа для профессиональных майнеров, работающих с несколькими удаленными компьютерами. Благодаря встроенному алгоритму, программа мониторит самые выгодные для майнинга валюты и может автоматически переключать добываемую валюту. Например, если текущая сборка лучше всего подходит для майнинга эфириума, программа отправит команду удаленным компьютерам добывать именно эфириум. Если же вы апгрейднете ферму и на ней станет более выгодным майнить лайткоин, EFSAMiner начнет добывать именно его. И еще одно преимущество программы – это автоматический мониторинг текущей нагрузки и температуры оборудования. Добавьте к этому удобный графический интерфейс и эффективную работу в фоновом режиме и поймете, почему об EFSAMiner мечтают все продвинутые майнеры. Единственный минус, в отличие от других программ, это утилита платная. Базовая версия обойдется в 30 долларов, а за самую навороченную придется выложить порядка 800 долларов. Мы перечислили лишь самые популярные программы для майнинга, но уже сейчас их количество исчисляется сотнями. Выбирая программу, помните, что ее роль в добыче криптовалюты не менее важна, чем роль самого оборудования. Без специального софта даже самый мощный процессор или видеокарта – просто железо, которое, безусловно, влияет на функционал компьютера, но не дает никаких возможностей для заработка на майнинге. Таким образом, программа для майнинга – это важный инструмент для монетизации оборудования. Есть и другой важный момент – это программное обеспечение влияет и на уровень доходности майнинга. Как показывает практика, при использовании разных программ, эффективность работы одного и того же оборудования меняется в пределах 10-20%. То есть, правильно выбранная и настроенная программа позволяет выжать из оборудования максимум заложенной в нем мощности. Коллеги, ну, думаю, любопытство ваше удовлетворили. Надеюсь, что кому-то это видео кажется полезным, потому что, ну, в общем-то, все-таки энциклопедические знания, да, в рамках нашего университета Азовской столицы. Вот, поэтому рад буду вашим лайком, вашим комментарием, даже не за Азовкоины, но те, кто хочет получить за это Азовкоины, участвуйте в нашем квесте 0808 сегодняшний пароль, пишите этот пароль и получайте свои Азовкоины. Если смотрите на трех хостингах нашего обещания, то получайте за три хостинга сразу. Ну и я с вами прощаюсь, с вами был Герман Пермяков, услышимся и увидимся в подкастах. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok